МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В настоящее время в мире существует 65 разных алфавитов. Самый богатый из них — хмерский. В его составе 75 символов. Ну а нам с вами достаточно всего 33 букв для того, чтобы доказать, что русский язык самый богатый в мире. Это шоу на Абум. Мы начинаем! Задача игры на Абум — увеличить словарный запас наших телезрителей и проверить словарный запас наших игроков. Сегодня с нами играют люди талантливые, люди знаменитые. Ну, много эпитетов можно на самом деле о них говорить, но лучше всего, если они расскажут по традиции о себе сами. Давайте начнем с самого первого участника. Хотите видеть его? Хотите говорить с ним? Курохтин Стас — тот самый, о котором вы много слышали. Коротко о себе. Красив, у него он скромен. Ну, вообще-то я лучший вожатый России, а сейчас работаю с талантливой молодежью России в проектах «Национальный резерв» и «Профессиональные старты». Вот, пожалуй, все. Так коротко. А еще я очень быстро говорю, да? Высокая моторика речи. Это да. Спасибо. Спасибо за то, что вы и такой внимательны. Давайте поаплодируем Стасу. Стас, молодец. Андрей Титов, руководитель творческого объединения телешколы из города Пушкин, Санкт-Петербург. Занимаюсь практическим телевидением, учу детей. С моториком я слабее. Ну, тем не менее. Спасибо, мы рады вас приветствовать тоже. Итак, продолжаем знакомство. Меня зовут Влада Миткова. Я, наверное, самая юная здесь. Я еще учусь в школе. Не надо хвастаться этим. Я занимаюсь журналистикой в студии «Пионер» в городе Владимире. Меня зовут Ткачев Алексей. Я из Москвы. Я провожу детские взрослые фотокроссы. Занятия по фотографии для детей и школьников. Я буду чрезвычайно скромна. Я просто, просто актриса Московского государственного историка и этнографического театра Анастасия Соловьева. Анастасия, мы рады вас приветствовать. И внимание. Меня зовут Иван Кокольев. Здравствуйте. Кто такой советский десантник? Советский десантник – это образец и зависть для всех. Горей и десантник. Прежде чем мы продолжим нашу игру, прежде чем я объясню правила, мне сорока принесла на хвосте, что у нас Стас искусственно владеет не только моторикой, но и искусством фристайла так называемого. То есть, сочинение песен на ходу. Да, но песню это очень сложно назвать. Голос мой не такой мелодичный, как хотелось бы. Но чуть-чуть рифмовать я могу. Ну, пожалуй, начну. Это была первая отличная рифма. Итак, поехали. Я кинул взглядом в нашу студию. Я открываю свой правый глаз. Игру наобум. Вижу в первый раз. Избавимся от ленивой ноши. Поднимаем руки, хлопаем в ладоши. Ой, парнишка в темно-синеньких штанах. Что у тебя на голове? Просто ах. Ах, какая классная прическа, шелковистые волосы, классный шампунь, потом дай марочку. Удивительные вещи творятся на этом свете. Приятно видеть ребят с камерами на парапете. Помашите мне рукой. Спасибо, ребята, вы классные. Сделайте меня как Брэда Питта в этой программе. Не важно, когда я вылечу, но чтобы картиночка была хороша. Ай, ладно, мне достаточно. Все, да, спасибо большое. Можно, в принципе, не играть после этого. Итак, давайте теперь объясним, что объединяет всех участников. Не просто так вы все здесь собрались. Кто-то из России. Майки. И на майках написано «Волжские встречи». Ну, действительно, 25-й уже по счету фестиваль «Волжские встречи» проходит здесь, в Чебоксарах. Объединяет не только детей, но и взрослых, таких талантливых. Мы рады, что вы сегодня с нами здесь, на этой программе. Пришло время объяснить вам правила игры. У меня в руках. Обратите внимание на этот предмет. Это бомба. Не пугайтесь, Иван. Не пугайтесь. Дело в том, что мы ее заводим. Да, мы ее заводим, передаем участнику. Я загадываю слог, на который вам нужно будет вспоминать существительное. В определенный момент бомба останавливается в чьих руках? Останавливается бомба, выбывает из нашего шоу, проигрывает. Рано, рано сдаваться, Иван. Нет, не сдаваться, у меня вопрос. А, вопрос. А что такое существительное? Что? Ну, теперь мы знаем, у кого больше всего шансов сегодня выиграть, да? Отлично. Первый тур, первый слог, он стоит в начале слова. И этот слог. Ку. Кузнец начали. Итак, кузнечик. Играем дальше. Курица. Курица. Ку. Язык. Глухо не мы, это язык глухого. Ку. Кусок. Кукушка. Мое слово это было. Это ладно. Вот она, экспрессия. Сложно к другу можно? Куропатка. Ах ты знал. Тоже слово было? Кулек. Кулек. Кузнеца. Кузнеца. Кузнец, кузница. Куку. Куку. Кукурум нету такого. Куркума. Куркума, да. Куркума есть. Курак. 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 Настя, нужно, нужно вспоминать. Ку. Кусок. Кубатура. Куда. Кукума. Куст. Я сам понял слово, которое захотел. Камера. Отлично. Кусок. Кусок, по-моему, был уже. Кусок был. Ку. Кушак. Отлично. Ку. Купаж. Был. Купаж не был. Купажа нет. Купаж не был. Нет, купыл. Был, был, был. Верните. Верните. Ну, последние секунды. Нет. Да. Давайте сейчас обратим внимание на Владу. Посмотрите, как она расстроена. Вот, расстроена. Она плачет. Нет, тут такие хорошие конкурсанты остались, так что я желаю всем удачи. Сегодня игроки не покидают нас пустыми руками. Вы уезжаете с приятными подарками. От национального телевидения Чуваши. Давайте поаплодируем Владе. Влада. Влада, 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 Влада. Бомба, она идет от одного к другому. И в это время думаешь над словами, прокручиваешь в голове возможные варианты. И вот ты вроде бы знаешь, какое слово сказать. Ты прям в голове держишь его. И как только тебе передают ее, все, сразу пустая голова. Ты ничего не помнишь. Начинаешь быстро что-то придумывать. В общем, это очень тяжело. Я думала, будет намного проще. Здравствуйте. Я Ольга Салтыкова. Филолог, бизнес-тренер по деловому письму и эксперт программы «Наобум». Мы часто слышим слово «лояльность». Но не всегда это слово используется в правильном значении. Как его понимаете вы? Лояльность, снисходительность, мягкость в общении? Или лояльность, приверженность чему-либо? Вы правы, если выбрали второй вариант. Лояльность – это приверженность чему-то определенному при возможности выбора. Например, потребительская лояльность – привычка выбирать только определенную торговую марку среди разнообразия другого товара. Лояльность клиентов – это желание пользоваться услугами именно этого, например, банка, и отвержение при этом альтернативы. Ну что, ребята, наша программа посвящена русскому языку, поэтому вполне логично будет вас спросить, дружите ли вы с русским языком? Кто дружит с русским языком? Дружите ли вы с русским языком, как дружу с ним я? Вот так. Если серьезно, я дружу с ним, и мне он нравится тем, что он такой неоднозначный и многозначный, многосмысловой. Как бы слова – это песок, и, конечно же, из этого песка можно соорудить очень много чего, да? Кто-то соорудил шпагу и тычет им в глаза, засыпая тебе пустыми словами, да? А кто-то из этих слов создает такой смысл, что можно удивиться. Обратите внимание, как мы говорим, когда мы понимаем, о чем мы говорим при помощи русских слов. Ни один язык мира не дает такой набор смысла. Поэтому это очень здорово, и именно это меня восхищает в нашем русском языке. Нас восхищает, как вы говорите о русском языке. Мне кажется, не каждый филолог так говорит о русском языке с любовью, как вы говорите. У кого пять в аттестате по русскому языку в школе? Я выйду, можно? Ну, человек, который спрашивает, что такое существительное, наверное, глупо рассчитывать, что пятерка. Стас, сегодня сам... Пять, но я, честно говоря, не считаю, что она заслужена, потому что я... Как будто бы однажды. Нет, мы тоже считаем, что она не заслужена. Да, потому что вот с арфографией... Про минус, почему ты не говоришь про минус? С арфографией вот у меня проблемы, но у меня нет проблем со смыслом и формулированием, да? Да, то есть вот моя, скажем так, вербальная речь скрывает все огрехи письменной речи. То есть за сочинение всегда было пять-три? Да, пять-два, что стесняться-то, пять-три, это когда я работаю над собой, вот так вот, да. Ну, Алексей, какая у вас оценка русскому языку? Три. Три? Три. Но я потом выучил русский язык, я очень много работал с русским языком, очень много-много-много-много-много-много-много писал и выучил. Я когда стал много писать текстов, русский язык писал прямо на месте. Я хотел рассказать, у меня была такая забавная история, связанная с русским и смежным языком славянским. Я только что из Черногории и хотел оттуда привезти детям книжку со сказками. И прихожу в местный черногорский книжный магазин. Я говорю, мне нужна книжка сербских сказок. Она не понимает. Вообще не понимает. Сербские сказки. Не понимает. Я ходил по книжкам, вытаскиваю, а у них написано «Сербские байки». Байки, понимает, сказки. Хотя, казалось бы, такой корень простой. Сказка. Все же понятно. Вот оно лежит. Байка. Отлично. Вопрос к актерам. Актерам часто... Для актера. Для актера. Часто приходится наверняка учить сценарии. И много, много, много. Как запоминаете сценарий? Меня всегда интересовало, как актер, особенно актер театра. С трудом. С большим трудом. Я не знаю, как скажет Ваня. Тяжелее запоминать, если это классика. В классике, конечно, нельзя ошибаться. Если это Достоевский, Толстой, Чехов, там нужно максимально придерживаться той мелодики, которую, в общем, заложил в это автор. А что касается современных сценариев, в общем, там есть возможность как-то это переложить все на себя и говорить, в общем-то, относительно свободно. А что касается запоминания, вы знаете, логика. Существует логика? Если по логике ты идешь, вот у меня программа, завтра я буду читать детям, один страниц текста. Я думал, что это не одолею никогда. Ну, все логически. Ты видишь эти картинки, и ты картинками пользуешься, и, в общем-то, и рассказываешь. Ну что, давайте приступим к следующему раунду, ко второму туру. Вот она, бомба. В чем отличие? Во-первых, в том, что вас стало меньше. Привет, Владе. Во-вторых, наш слог, он по-прежнему в начале, но слог уже не из двух букв, а из трех. Сол. Солярий. Начали. Солярий. Не повторяйте. Солнце. Солнце. А, нет, подожди. Все правильно. Пойдет. Солнце. Скажи с солью, пойдем дальше. Это мое было слово. Это мое было слово. А слово одно, а смыслы разные. У него была нота соль, а у меня минерал соль. Нет, так не пойдет. Да, кстати. Почему не пойдет? Очень даже пойдет. Великодушному Леше подащитана. Говорите солью. Ну, пожалуйста. Конечно. Соловей. Комплименты вам. Соловушка? Ну, пожалуй, нет. Умечательно. Пожалуй, да. Скажи солома. Не выжил солома еще? Вот это мастер подставок. Сегодня Алексей помогает всем. Красавчик. Не хочет пользоваться. Солома еще. Именно потом. Да. Я еще подумал. Сол. Сол. А соло было? Хан соло? А вот не было. Соло, знаешь. О, бэби. Е-е-е-е. Соло, соло, когда поют. Можно я хорошо пою соло? Так. Собок. Ох! Солок. Собок. Сразу чувствуется, да, тройку по-русскому? Солот. Солот. Мы были в музее чувашского пива. Чувашия. Солов. Солок. Так. По-моему, солому вашу, Алексей, так никто и не говорил. Да, солому же не говорил. Фух, воспользуйтесь подсказывать. Соломка говорили? Соломка. Соломка. А на корену они защитные. Соломка. Соломка. Соломка можно. Сол как? Буриц или нибудь. Солдак. Чего? Собака. Ну как собака? А вначале это соло. Солбака. Не ругайся, пожалуйста. Соло. Солошеницын нельзя. Соло. Соло, когда поет человек. Я подсказывал, но ты его не брал. 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 Последние секунды. Стас. Стас, Стас. Мы не хотим. Парал. 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 Вообще очень приятная передача. Мне понравился ведущий. Я хочу себе такую же жилетку и рубашку. Очень смешной фасончик. Конечно, печально проигрывать, но еще больше жаль было покидать такую компанию, потому что я лично не наговорился. Если можно было бы проиграть, но остаться с ними и уже без напряжения спокойно разговаривать, шутить. Потому что когда я вышел, все, я понял, что у меня миллиард этих слов. Ну не миллиард, там миллион шестьсот. Но все равно они уже были. Но там я немножко подрастерялся. Все мы любим красивую обувь, но при этом мало кто задумывается о правильном произношении слова, являющегося ее главным представителем. Очень многие люди произносят туфля с акцентом на последний слог, что в корне неверно. В качестве проверки можно использовать слово туфли. Здесь вы уже не ошибетесь. Игра на альбом это настоящее приключение. Если честно, далеко не все соглашаются на это настоящее приключение. Но с нами люди, которым не привыкать, мне кажется, попадать в экстремальные и необычные ситуации. Ведь когда актер выходит на сцену или в кадры появляется, когда журналист появляется в прямом эфире, это самый настоящий адреналин. И вот у меня вопрос к вам. Какие, может быть, что приуныли-то? Давайте развеселимся и вспомним необычные экстремальные ситуации, которые происходили у вас на съемках, у вас в театре, у вас на телевидении. Я работал в Уфе на телеканале, у меня был прямой эфир с генеральным директором Башавтотранса Бурсуковым Михаилом Ивановичем. Михаил Иванович, здравствуйте. Да, Михаил Иванович позвонил за два часа, сказал, а я не пойду. Я ему отвечаю, почему, что случилось? Он говорит, а меня министерство не пускает. Он, видимо, не думал, что я в министерство позвоню и спрашиваю, а в чем дело? Почему ему нельзя? Они говорят, как это нельзя? У нас что, военная организация? Мы ему сейчас позвоним, естественно, через пять минут Михаил Иванович перезвонит. Я не смогу прийти, вместо меня придет мой заместитель. Его зовут Виктор Гербертович Бридмайер. Как еще раз? Вот. Я начинаю ходить. Виктор Гербертович Бридмайер, Гербертович Бридмайер. Тот приезжает за 15 минут до эфира. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «От звонка до звонка». Я с вами ведущий Андрей Титов. Сегодня у нас в гостях Борис Гербертович Бридмайер. Он ко мне поворачивается и говорит, я вообще-то Виктор. Вот здесь вот был такой косяк. Ну, естественно, я вышел из этого положения, пошутили, но я навсегда задумал, что надо учить не только... Учить никакого качества, фамилия, да? Да, иностранные. Но еще неплохо было бы и русский, запомните. Я вспомнил историю о великом русском нашем языке. Когда я однажды приехал в деревню, захожу в магазин, что-то купить хотел. Кстати, в деревне Нижегородской области. И смотрю, женщина-продавщица меня узнала. Не даю повода понять, что я это вижу, что-то беру, и понимаю, что сейчас этим не остановится, что сейчас что-то будет. И она смотрела, смотрела, смотрела на меня, смотрела, а потом замерла, думаю, сейчас что-то скажет такое, что не смогу ответить. И она говорит, скажите, вы это он? Что я ей ответил? Что вы ей ответили? Как вы думаете, что я ей ответил? Мы не знаем. Вы это он? Я говорю, причем сразу, моментально, мозги работают. Да. Я это он. И все понятно. Чем все закончилось? Вот и все. Я даже, по-моему, ничего не купил. Даже с испугу. Спасибо большое. Ну что, мы меняем немного правила. Если раньше слог был в начале, то сейчас он перемещается в середину. Оп, усложняется задача. Одна буква перед слогом – это середина или не середина? Да. Почему бы и нет? Главное, чтобы слог был в середине. Но не в конце. Не в конце. Не забегайте вперед. Итак, слог в середине и этот слог – «Ра». К-а-ра-мель. Начали. К-а-ран-да-ш. То есть гитара не проканает? Нет. Ни в коем случае не в конце, в середине. Слог «Ра» в середине. Ма-разм. Маракасы. Маракасы. Класс. Быть. Макаронный. Нет, там, по-моему, слога. Мака. Макара. Макара. Надара. 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 Ваня, не вылетай. Скажи эфиопская. Эфиопская. Как ее зовут? Хеопса. Хеопса. Египетская. Что? Египетская. Дурак. Ну, правильно. Допустим, ладно. Парапет. Ой-ой. А пирамида, я-то не постесняюсь. Пароход. Да подожди, я тут поговорю. Роход. Па-ро-ход. А надо Ра. А надо Ра. Держись, держись. Не вскакал, конечно, паразит. А почему нет? А почему нет? Паразит такой. А как нет? Извините меня, параша. Гараша. Гараж. А-а-а-а! Скажи своему, мне нет слова! Мне нет слова, скажи! Я так не знала, что это будет. Вроде как и обидно, потому что мы все лидеры по природе, всем хочется быть первым, это понятно. С другой стороны, абсолютно не обидно. Говорю, главное, что не первое. Когда выходишь уже из студии, ты понимаешь, что уже 35 слов нашел. На какие-то буквы, на слова. А так, я говорю, нет, очень классно. Спасибо вам большое. Как говорить правильно? В городе Москва или в городе Москве? Обычай не склонять географические названия укоренился в профессиональной речи военных и топографов. Однако нормой его считать нельзя. А значит, правильно говорить в городе Москве. Запомните, географические названия, употребленные с родовыми наименованиями город, село, деревня, хутор, река склоняются, если представляют собой давно заимствованное и освоенное наименование. Правильно, в городе Москве, в Санкт-Петербурге, в городе Владивостоке. Давайте продолжим наш мужской разговор. Кто-то из вас не первый раз. Чуваши, и вам впервые в Чебоксарах. Давайте начнем с Ивана. Может быть, самые-самые свежие впечатления о Чебоксарах? Что порадовало? Что расстроило? Свежачок самый, да? Самый свежачок, да. Мне, на самом деле, очень комфортно. Я люблю большие пространства воды, мосты, в общем, высокие берега, песчастные, сосны, поэтому я здесь, конечно, под большим впечатлением. Я же четвертый год уже, да, запомнил и стал обращать внимание, как часто именно Чуваши или Чебоксары звучит рядом с какими-то уникальными, особенно детскими проектами. Я уж не знаю, из-за чего так это произошло, но именно в этой республике как-то активно занимаются детьми и детским развитием. И это, каждый раз, когда увидел эту мысль, она много-много раз находит подтверждение. Для меня это прямо вот как-то бальзам на душу. Очень приятно, что это так, и вот это для меня прям какое-то характерное отличие. Как слышу про Чуваши, снова что-то для детей. Спасибо за комплимент. Ну да, действительно, много уделяется внимания детям, в том числе и на нашем телеканале. Но сейчас к мнению Андрея. У меня мама Чувашка, родственники Чуваши. Правда, из Башкирии, но Чуваши, я сам из Уфы. Когда я первый раз приехал, я понял, что мне здесь уютно. Это первое ощущение. Просто уютно. Хорошо здесь ничего не напрягает. Многие-многие, кто приезжает, говорят о том, что действительно очень-очень уютно. Цените город, в котором вы живете, дамы и господа. Ну и поскольку мы заговорили о детях, Алексей, давайте с вас, наверное, начнем. Мой вопрос будет вам сейчас вот какой. На фестивале много общаетесь с современной молодежью. Каков уровень русского языка, поскольку наша программа посвящена именно русскому языку, каков уровень русского языка у современной молодежи? У детей реально возникает проблема, когда нужно выразить мысль. Мы с своими детьми у меня в школе делаем, издаем журнал. И почти всегда все эти тексты, которые я вижу, а это уровень 9-10 класса, это однозначные короткие предложения. Я сплю. Три-четыре слова в предложение вложено, и все. Не бывает каких-то вот рассказов, как назвать, эпитетов, каких-то вот таких побольше прилагательных, как-то добавить, разукрасить какими-то смыслами. Нет. У Ивана есть что ответить, я так понимаю. Ну, книжки надо просто читать. Каким-то образом надо заставить молодежь. Конечно, их не заставишь, но как-то нужно читать вместе с ними, я не знаю. Как-то их в литературу, то, когда человек читает, он думает и учится говорить. Андрей, ваша оценка современной молодежи? Ну, что я скажу, мусорных слов, слов паразитов, это просто как тараканов в голове. Пуча. Я в себе ввел штрафные санкции за слово «блин», за слово «короче», за слово «типа». Страфные санкции заключаются за каждое слово 5 рублей. А кто следит за этим? Я. Вы? Ну, у меня есть помощники. Правая, левая рука. Заместитель покороче, заместитель поближе. Да-да-да, ну почти. Один такой пришел сразу, насыпал денег. Насыпал, насыпал. Вот «коросик». Ну что, если у нас в первом и во втором раунде слог был в начале, потом он переместился в середину, куда он уходит сейчас? Конец. И это слог «он». Поклон. Начали. Локон. Отлично. А, пускай будет клаксон. Сдвинулись. Бизон. Боролон. Боролон. О-о-о-о. Катион. Что это? Что-то из области химии. Что-то есть такое. У меня простое слово. Слон. Озон. Ах ты, разогнались. Разогнались. Леон. Хорошо. Золотой. Золотой. Как еще подсказать? Клаксон был? Был. Клаксон был? И даже клаксон был. И последние секунды, Иван. Скорее. Еще очень много слов. Золотой. Ну же. Мы тебя потеряли. Золотой что был? Граммофон. Игра настолько интересная, что как только ты начинаешь слышать звук часов, куда-то убегают все твои мысли и все твое, как сказать, весь твой навык жизненный, он куда-то исчезает. И ты становишься абсолютно голой. И слава богу, что в самый последний момент вдруг из подсознания откуда-то врываются слова, и ты их быстрее произносишь для того, чтобы успеть. Знаете ли вы историю выражения «водить за нос»? Раньше цыгане развлекали народ на ярмарках, выступая вместе с медведями. Они заставляли животных проделывать разные фокусы, при этом обманывая их обещанием подачки. Цыгане водили медведя за кольцо, продетая ему в нос. Именно с тех времен «не води меня за нос» означает «не обманывай меня». Вот он, самый волнительный момент, это финал нашей игры. И в финале сегодня Алексей и Андрей. Битва титанов. Можно я вас так буду называть? Я Титов, Титов, Андрей и Титаны. Вот кто победит. Кстати, да, я вот хотел задать вопрос. Как думаете, кто победит? Я думаю, Леша. Думаете, Леша, Леша? Конечно же. Почему? У него же опыта больше. Итак, внимание. Сейчас, в финальном раунде, слог будет универсальным. Вы можете ставить его как в начало, так и в конец, и в том числе в середину слова. Готовы? Удачи. И этот слог «Ол». Олень. Извините, Алексей, начали. Смола. Олова. Сейчас я отвечу. Уклон. Ол. Сон Омах. Почему нет? Олон. Поле. Так. Воля. Полы. Ол. Удивительный финал. Не, не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Молоко. Почему бы нет? Ол. Рул. Рул. Да. Ролан Гарос. Нет. Роланд. Ролтон. Нет. Колхоз. Болт. Леша, давай. Коллектив. А-а-а-а-а-а. Ха-ха-ха. Я не специально. Нормально, нормально, нормально. Вот это да. Вот это финал. Вот это точка. Алексей, не держитесь за сердцем. Мы пугаемся. Все нормально. Леша очень умный человек. Он в последний момент вспомнил слово и его сказал. Это хорошо. Дело в том, что я не расстроен ничем. Мне вообще очень понравилась игра. Я удовольствием получил. Есть такое понятие в спорте валидольная концовка. Спасибо за эту валидольную концовку. Вам, Алексей. Мои аплодисменты. Спасибо большое. Ну и прежде чем мы послушаем ваши впечатления, я хочу вам вручить подарки от нашей телерадиокомпании и от партнера игры компании «Бизнес. Диалог». Суперприз электронную книгу. Он же ридер. Читайте больше, пополняйте свой словарный запас. Приезжайте к нам еще и выигрывайте еще. Спасибо. Совсем неожиданная победа. Такие сильные игроки. Не я должен был победить. Такие люди образованные. Такие люди. Ну это случайность. Вот он, скромный человек. Это случайность. Да, сразу же видно скромного, но образованного человека. Если вы скромный или наоборот экспрессивный, но образованный человек, приходи к нам на программу «На бум». Мы ждем тебя. Великий Михаил Ломоносов сказал, береги свойства своего языка, ибо то, что мы любим в стиле латинском, французском или немецком, смеху достойно бывает в русском. Давайте делать нашу речь грамотной и богатой. Меня зовут Михаил Морозов. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин